Приветствую вас, и вы же понимаете, наверное, что нет вашей вины в том, что вы уехали. То есть вам нужно было уехать на работу в другой город для того, чтобы, ну скажем так, зарабатывать деньги, да, чтобы содержать дочь. И в ее возрасте, то есть вот вы пишете, что дочери почти пять, она уже может разговаривать. И то, что вы можете сделать сейчас, это постараться с ней поддерживать диалог через телефон, разговаривать с ней и так далее. Это единственное, что вы можете сделать сейчас для того, чтобы она вас не забыла, чтобы она помнила ваш голос, чтобы она слышала вас, чтобы поддерживался эмоциональный контакт, психологический контакт. Дальше, о чем надо сказать, это то, что отдельного обязания, отдельного внимания заслуживает факт визуальный, то есть фотограф. Если это возможно, то присылайте фотографии вашей маме, если у дочери нет телефона, чтобы она видела, значит, вас, чтобы она постоянно наблюдала за тем, как вы меняетесь, как вы живете, как вы существуете. Это не позволит вашей дочери вас забыть. И то же самое попросите сделать у бабушки, чтобы бабушка тоже фотографировала вашу дочь и присылала вам на телефон ее фотографию. Так вы сможете поддерживать аудио-визуальную связь и обязательно общайтесь, обязательно находите постоянный диалог. То есть, вот вы пишите, что значит, Плачер говорит, что соскучилась, а вам необходимо с ней разговаривать. То есть, просто говорите с ней, общайтесь, рассказывайте что-то и так вы будете поддерживать контакт с дочерью и она вас не забудет. Ну и, вами для себя, обязательно обрисуйте такой момент, при котором вы могли бы иметь четкие сроки, четкие границы, когда вы вернетесь. То есть, когда закончится этот период и когда вы сможете наконец увидеть своих дочери. Ну и, по возможности, естественно, если такая у вас интересная дочка забрать к себе, если вы не планируете возвращаться. То есть, если возвращение не входит в то, что вы будете делать в ближнесрочной перспективе. К сожалению, это единственное, что вам можно сказать, потому что материнский инстинкт самый сильный и ваши чувства очень легко можно понять. Вам можно только посочувствовать, что вы попали в такую ситуацию. Но, тем не менее, все решаемо и если вы будете твердо идти к своей цели, то обязательно у вас все получится. Я надеюсь, что помог вам хоть немножко. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам ответ понравилось, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.